Меня зовут Сергей Нечаев, я работаю в компании Яндекс, делаю разные технические проекты, и об одном из них, об ускорении показе картинок, я и хотел бы сейчас рассказать. Он будет такой достаточно абстрактный, с жизненными примерами, и если какие-то будут глубокие технические вопросы, я буду готов на них ответить в секции вопросов и ответов или где-нибудь в кулуарах. Итак, то есть для пользователя, когда картинки не грузятся, это выглядит как-то так, на это не очень приятно смотреть, но в принципе это не велика беда, обычно когда не грузится какая-то одна конкретная картинка, пользователь уже знает, что он примерно ожидает на ней увидеть и готов какое-то время подождать. Гораздо хуже, когда он смотрит какой-то альбом с фотографиями или страницу, где много картинок, и он вообще не понимает, что это, что тут должно быть, чего здесь не должно быть, просит, пытается найти нужное, у него это не получается. Вот эту проблему пользователя мы и решали. Как у нас работает генерация превью? Мы в первую очередь хостинг файлов, поэтому все файлы пользователя мы храним в исходном виде. Ровно что положили, то и лежит, то и доступно по запросу. А во всякие интерфейсы, веб-морды, мобильные приложения, мы даем уменьшенные копии, чтобы пользователь видел, что у него есть всего, мог быстро найти нужное и по запросу уже скачать полную версию, если она ему нужна. Соответственно, из большого манула, маленький сам по себе не появляется, нужно, чтобы кто-то его сгенерировал. Об этом и речь. Почему размер бедствия для нас важен, и это нельзя просто взять первую ссылку, не в гугле, а в яндексе, конечно, открыть и сделать. Потому что с ростом числа файлов это прямо серьезная нагрузка. И вот что интересно. То есть примерно 25,5 миллионов файлов к нам в сутки загружается. Из них 15 с чем-то там это картинки, около 60%. Но что интересно, то есть вообще зачем люди файлы в облако складывают? То есть первая причина – это надежность, что они хотят, чтобы файлы у них лежали в надежном хранилище и никуда не пропали. Вторая причина – это то, что у них нет места на жестком диске, а в облаке наоборот есть. Они все скидывают туда, локально удаляют и забывают про это, пока оно не понадобится. Третья причина – это то, что люди хотят делиться этими файлами, показывать их друзьям. И вот картинки – это как раз тот случай. Их очень много смотрят. То есть на каждую картинку 3 просмотра примерно, если так считать, в сутки. И это в 2 раза больше, чем файлов заливается всего. Итак, как я уже говорил, превью сами по себе не появляются. Нужно, чтобы их кто-то сгенерировал. Самый простой и тупой способ – это при обработке входящего файла сгенерировать превьюшечку в одном или нескольких типовых размерах, положить их в хранилище, записать метаданные про то, что она есть. И когда понадобится, тогда взять ее и отдать. Все здесь просто. Никаких задержек для пользователя нет. Запросили – получили. Но как только типовых разрешений становится слишком много, одна картинка превращается в 10, 15 миллионов превращается в 150, это как-то не круто совсем. Ну и кроме этого, если у нас появляется какая-то новая платформа, мы можем на ходу начать генерировать превьюшки в новом разрешении. Но что делать с ранее сгенерированными? Нужно запускать скрипт, который все их обойдет, обходить меняющиеся коллекции, то еще удовольствие. Поэтому это не true, если таких размеров много. Другой вариант – это динамическое превью. Мы с самого начала берем в каком-то относительно большом размере картинку, сохраняем, то есть, например, 1280 по ширине или наибольшему измерению, и по запросу из нее все нарезаем. Что здесь круто? Мы не храним никаких лишних сущностей. Мы можем сделать ровно то, что попросили. То есть никаких ограничений дизайнеру, там, 257 на 343 пикселей, пожалуйста, если это круто выглядит, вставляйте там в layout приложение, никаких проблем. Но это требует времени, и если это время заметно для пользователя, это все преимущества такого способа убирает, потому что пользователю все равно статическое, динамическое, он хочет быстро картинку получить. Итак, собственно, вот это время, которое пользователь ждет, из чего оно состоит. Здесь написаны стандартные фазы HTTP запроса. Обычно рассмотрение заключается только в них, но что есть еще? На клиентах может быть логика. Запрос картинки может начаться не сразу. И показываться она тоже может не сразу. То есть бывает так, что картинка уже загрузилась, но там у нее в visibility hidden или none, она чего-то ждет, какого-то волшебного события. Все это время, пока картинка не показана, пользователь ее ожидает. И это время надо измерять и понимать, нужно ли что-то в этом месте делать. Итак, когда у нас возникла задача все это ускорить и разобраться, из чего оно состоит, мы выделили у себя три направления оптимизации. Первое направление – это изучить все то, что происходит на клиенте. Задержки до запроса. Почему там все запрашивается не сразу? Задержки перед показом. Зачем вообще нужно чего-то ждать? Но у нас их нет. Перед запросом есть, а перед показом нет. Это все надо было прежде, чем принимать решение, что с этим делать, собрать и осмыслить. Второе направление – это генерация. Если у нас принято решение, что мы не можем хранить 100-500 размеров разных и без генерации нам не обойтись, нам нужно знать, чего она стоит. И третье направление – это доставка уже готовой картинки, потому что, опять же, как бы вы быстро не генерировали, как бы вы мгновенно не запрашивали, если что-то доставляется медленно, пользователь видит крутилку и негодует. Типа, дорогой, кто это с тобой на этой фотографии? Не знаю, какой-то круг крутящийся, надпись «Pictures the loading», а меня на ней вообще нет, что ты спрашиваешь. Поэтому все эти направления важны одинаково с содержательной точки зрения, а какой из них в первую очередь брать, изучать более детально – для этого нужны измерения. Сейчас расскажу, как они у нас устроены. У нас они устроены в таком стиле ак-ин, то есть что происходит, ровно то же самое измеряем. Сначала у нас загружается картинка, страничка, на которой какая-то шапка есть. Если человек зашел на страницу фотографиями, это все загружается. Если он перешел навигацией внутри диска, оно все уже есть. После того, как эта шапка есть, запрашивается список картинок. Список запрашивается, там сложная логика, это занимает какое-то время, и после того, как оно прошло, начинает рисоваться сетка. И уже когда сетка отрисована, идут запросы к конкретным картинкам, и они уже появляются по мере готовности. И, соответственно, ровно эти три вещи мы измеряем. Кроме этого, немножечко вернусь назад, это у нас такая метрика пользовательского ожидания. То есть когда он перешел на страницу или остановил скролл, он начал чего-то ждать. Когда он получил последнюю картинку из тех, которая должна быть на экране, он ждать закончил. Если, например, у нас 9 из 10 картинок загрузились быстро, а последняя затупила, это все равно считается не круто. Когда это пользователь ждет, мы это измеряем и за этим следим. Вот. Теперь, что же касается отдельной картинки. Мы измеряем для нее время установки соединения безопасного, чтобы понять, чего нам стоит это безопасное соединение, и время, собственно, загрузки. Зачем мы это делаем? Казалось бы, в серверных логах это все есть, не надо ничего собирать, агрегировать. Там с пользователей логи инжинкса взял, посмотрел. Делаем это мы за тем, что кроме клиента и кроме сервера есть так называемый мужчина посередине в виде антивирусного программного обеспечения или других анализаторов трафика, который может как-то вмешиваться в процесс. И бывает такая ситуация, когда люди жалуются, что у них что-то медленно работает. Мы можем посмотреть на серверные логи. Бывает, конечно, и так, что это у нас медленно работает, но довольно часто дело в том, что антивирус хочет посмотреть на фотки французских Альп, прежде чем показать их пользователю. Измеряем мы это все средствами resource timing API. Это отличный документированный API для измерения по стадиям, сколько занимает время загрузки ресурса. Начало соединения, конец соединения, конец установки безопасного соединения. Все времена расписаны. Единственное, что… То есть документация по нему исчерпывающая. На что хочется обратить внимание, вот этот заголовок timing.law.origin, он описан в самом конце, до него добираются не только лишь все. Если картинка отдается с другого домена, не с того, с которого грузится основная страница, то считается, что это может злоумышленник подгрузить картинку или ресурс и что-то важное на основе таймингов узнать про сервер. Поэтому говорить ему нельзя эти тайминги. И там все выставляется в ноль. И получается такая идеальная картина мира. Графики горизонтальные, там безопасное соединение, ноль, там DNS, lookup, ноль. Все отлично, но по факту это, конечно, не так. Просто защитились от злоумышленников и в итоге сами от себя. Что же касается времени измерения порции картинки, о которых я говорил пару слайдов назад, мы сделали такие приборы и суточные, там процентили всякие показываются, конкретных значений не видно, но я потом про них расскажу. То есть мы видим, сколько примерно пользователь ждет всего и из чего это ожидание состоит. И надо ли что-то с этим делать или не надо. Вот видно, что с какого-то числа со временем запроса листинга стало нужно что-то делать и видно, что до сих пор этого не сделали. Так, до того, как мы начали оптимизации, мы сделали следующее. Мы хотели сделать раздел все фото, в котором фотографии пользователя автоматически бы разбивались на различные моменты во времени и пространстве. То есть чтобы пользователь не вручную раскладывал свои фотографии, там это такой отпуск, это сякой отпуск, это там пикник на обочине, это там завтрак у Тиффани, это там еще какие-то мероприятия. А просто все фотки побросал в кучу, волшебная наша логика сама их рассортировала по каким-то моментам. И до того, как мы это сделали, у нас был сервис большей части профайл. То есть загрузили, получили, без всякой удобной магии с фотографиями. Как только мы задумали этот раздел, ключевым требованием стало то, чтобы картинки отдавались быстро. И пока проблема не была решена со скоростью, запускаться было нельзя. Поэтому мы сделали следующее. Мы этот раздел реализовали, выкатили внутри Яндекса. Компания у нас распределенная, поэтому во всех городах люди этим попользовались, попробовали. И данные с клиентов, обезличенные, разумеется, прилетели в статистику. И вот в этой статистике, это 75-й процентиль, стало видно, что больше трех секунд занимает доставка порций картинок, но там же и генерация, и доставка. 800 миллисекунд листинг и рендер какие-то 200 миллисекунд. Это тоже неприятно, но по сравнению с предыдущими двумя можно на это внимание пока не обращать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова